всем привет с вами бот сегодня сделаем асинхронную загрузку сцены с помощью крутины делается это для того чтобы при переходе на следующую сцену наш прогресс загрузочного бара был равен прогрессу загружаемой сцены сейчас все поймете и так погнали создаем панели кнопку которая будет отвечать за вызов функции перехода на следующую сцену теперь ставим на сцену слайдер он будет нашим загрузочным баром переходим в иерархию внутри слайдера удаляем последний дочерний объект можно его оставить это на свое усмотрение немного изменим дизайн нашего слайдера получилось неплохо наш загрузочный бар готов отключаем наш загрузочный бар и сохраняем сцену создадим новую сцену ее мы будем загружать добавим в нее панельку и текст далее сохраняем нашу сцену и также как и первую добавляем в построение проекта переходим на начальную сцену и создаем пустой объект а также скрипт он будет управлять загрузкой повесим его на наш пустой объект и откроем его подключаем две библиотеки для работы со сценами и объектами уаи далее добавляем три публичные переменные две gameobject и одну слайдер пустой объекты в рядах в рядах и Напишем функцию, которую будем вызывать по нажатиям на кнопку бутон, в ней будет стартовать наша корутина и брать значение int для загрузки необходимой сцены. Теперь создаем корутину, в которой будет происходить графический процесс загрузки. Продолжение следует... Далее в функции прописываем старт нашей корутины и передаем индекс, необходимый для загрузки сцены. Продолжение следует... Этой строкой мы запускаем необходимую сцену и приравниваем ее к переменной operation. Далее прописываем отключение кнопки и включение загрузочного бара. Напишем цикл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда значение нашего загрузочного бара, а точнее слайдера, будет равняться прогрессу загрузки сцены. Этот цикл будет повторяться до того, пока наша сцена полностью не загрузится. Заполняем наши переменные необходимыми UI-объектами. Далее выбираем нашу кнопку загрузки, в параметрах добавляем наш контроллер. Вызываем необходимую функцию и пишем в значение 1, это и индекс нашей сцены, которую необходимо вызывать. Все работает, но загрузка происходит слишком быстро, из-за того, что загружаемая сцена ничем не наполнена. Принцип вы поняли, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии к видео, подписывайтесь на канал, всем пока.